Друзья, всем привет! Меня зовут Тихон и вы на моем канале. Наверняка многие из вас заметили по моим рецептам на канале, что я просто тащусь от среднеазиатской кухни. Узбекской, казахской и многих других. Это можно было видеть по самсе, шашлыку, плову и многим другим блюдам. Но сегодня я хочу поделиться с вами рецептом, который я для себя открыл совсем недавно, но уже в него влюбился. Хамир хасиб. Это традиционное узбекское блюдо. Я даже не знаю, если честно, вот сейчас только задумался, что даже не знаю, как оно переводится. Но это что-то типа пельменей, мант, которые томятся в томатном соусе. Получается очень вкусно. И всего один шаг в сторону от традиционного процесса, и у вас получается невероятное, совершенно другое блюдо. Сегодня я покажу вам, как и что нужно делать. Давайте начнем с приготовления теста. Здесь все просто. У нас здесь мука, соль и вода. Тесто примерно как на пельмени или манты. Два к одному. 400 грамм муки, 200 миллилитров воды и соль. Соль обязательно нужна для того, чтобы тесто стало эластичным и глютен в муке лучше всего развился. И все, что нам нужно сделать, это просто замешать крутое тесто. Воду добавляем к муке, соль и начинаем замешивать. Тесто получается довольно плотное, поэтому вымешивать его нужно достаточно долго, примерно минут 7-10. Если вы делаете это руками, миксером то же самое время, но будет полегче. Поэтому если у вас есть тестомес или миксер, то включайте его, не мучайте себя. Сейчас покажу, что получилось. Вот так. Такое вот плотное тесто получается. Можно немножко домять его руками. Хорошее, тугое тесто. Пельменное, я бы сказал. Как и любому хорошему тесту, ему нужно отдохнуть, поэтому плотненько заворачиваем его в пленку, в пакет, в миску. Отставляем в сторону и начинаем подготавливать начинку. И теперь подготовим фарш для нашего хамир хасиб. Я буду использовать говядину, курдюк, репчатый лук и картофель. Картофель, в принципе, не совсем стандартное решение для этой начинки. Но мне нравится его добавлять. Фарш получается более связанный, достаточно сочный. При этом картофель заметно удешевляет наше блюдо. То есть вы сможете приготовить его больше, а вкус от этого нисколько не потеряется. Будем использовать мясорубку. Говядину чередуем с луком, картофелем и курдюком. Здесь нарезаем просто, чтобы мясорубке было удобнее работать. Отлично. Фарш нужно хорошенько посолить, поперчить. По желанию, вы можете добавить свои любимые специи, сухие травки и резерву. Я не буду. Соль и перец. И немного черного молотого. И аккуратненько все перемешать. Пахнет то, что нужно. Как раз пока будем раскатывать тесто, фарш успеет промареноваться. Посмотрите, какое классное стало тесто после того, как отдохнуло. Гладкое, мягкое, эластичное. Такое тесто можно катать даже без муки, если вам позволяет поверхность вашего стола. Если нет, то минимального количества муки будет достаточно. Не стоит его слишком сильно затягивать. Немножко разминаем его руками и начинаем раскатывать скалкой в тонкий пласт. Нам нужна толщина, как на пельменное тесто. Не супер тонкое, но и не толстое. Посмотрите, какого рода тесто у вас должно получиться. Ровное, гладкое, нет никакой муки. И достаточно тонкое. Теперь вам понадобится хороший острый нож. Еще лучше, если у вас есть нож на пицце. И нарезаем на широкие полоски. Сразу немного подровняю одну сторону. Примерно вот такой вот шириной. Нарезаем наше тесто. Немного подровняем края. И вот теперь, друзья, начинается самое интересное. Смотрите, как мы формуем наш хамир-хасиб. Берем небольшое количество фарша. Выкладываем его. И делаем что-то наподобие треугольничка. Потом вот так. Вот так. Хорошенько прижимаем. И вот так. И здесь обрезаем. Ну и давайте еще раз покажу более подробно. Берем небольшое количество фарша. Выкладываем его. И вот этот уголок тянем сюда. Делаем как бы треугольничек. Теперь этот треугольничек. Уголок. Тянем к противоположной стороне. Вот сюда. И теперь этот. Тоже к противоположной стороне. Тоже, чтобы получился треугольничек. Вот так. Вот такой вот пирожочек у вас получается. Отлично. Посмотрите, какие красавчики у нас получились. И вот на этом этапе из одного рецепта мы можем приготовить целых два блюда. Часть мы будем запекать в духовке. Получатся такие маленькие хрустящие, что-то напоминающие самсушки, пирожки. А часть мы будем тушить в томатном соусе. Начнем с тех, что будут запекаться. Разогреваем духовку до 180 градусов. Включаю режим конвекции. И 180 градусов. Пускай греется. А сами пирожки перекладываем на ли застеленные пергаментной бумагой. Смазываем яйцом. И по желанию можно присыпать кунжутом. Я думаю, 10 штучек нам будет в самый раз. Яйцо хорошенько взболтать вилкой. И каждое аккуратно смазываем яичком. И каждое аккуратно присыпем кунжуту. У меня сегодня черный. И пока отставляем их в сторону. Займемся подготовкой томатного соуса. Для этого нам нужно пошинковать лук и морковку. Репчатый лук нарежем небольшим кубиком. И морковку тоже тонко нашинкуем. Сковородку наливаем небольшое количество растительного масла и нагреваем. И отправляем обжариваться репчатый лук. Репчатый лук нам не нужно сильно зажаривать. Как только он посветлел, можем добавлять морковь. Потому что мы готовим соус, а не зажариваем его для какой-то поджарки. И добавляем морковь. И заранее сразу порублю зеленый лук. Яркие краски, это всегда хорошо. И теперь, когда морковка с луком протушились, мы будем добавлять томатный сок. Конечно, можно использовать свежие томаты, снять с них шкурку, измельчить, добавить. Можно использовать томатную пасту, но все это придется разбавлять водой. А используя томатный сок, вы гарантированно получите хороший шелковистый соус. И, конечно, сразу доводим соус до вкуса с солью и сахаром. А для того, чтобы соус получился более интересный по вкусу, выдавим туда два зубчика чеснока. И можно уже отправлять зеленый лук. Наш соус готов к тому, чтобы отправить из оттомицы наш хамер-хасиб. Выкладываем, убавляем огонь на минимум, закрываем крышкой и ждем 20 минут. Также отправим в духовку наши пирожочки. Им запекаться тоже 20 минут, поэтому блюдо будет готово одновременно. Это будет очень вкусно. И закрываем крышки. Ну что, друзья, посмотрите, какая красота у нас получилась. Два замечательных блюда. Посмотрите, какие протушенные. В томатном соусе, с луком, с морковкой, чесноком. Это прям пельмени версия 2.0. И не манты, и не хинкали. Это прям свое полноценное блюдо. И какие хрустящие, аппетитные получились эти малыши. Посмотрите. Особенно мне нравится вот это место. Оно такое красивое получается. Самое главное, хрустящие. Давайте разрежем одно. Это что, среднее между самсой и жаренными пельменями? Только намного полезнее, потому что не жарится в масле, а запекается в духовке. Ммм, великолепно. Давайте одну такую попробуем. Тесто получается достаточно упругим. При этом, посмотрите, какой сочный фарш. Аромат невероятный. Это даже вкуснее, чем запеченное. Тесто пропитывается томатным соусом, луком, морковью, чесноком. А изнутри обогащается вкусами фарша, лука, соли, перца. Получается насыщенное тесто с двух сторон. А внутри вкуснющая начинка. Ну что, друзья. Какое блюдо из двух вам понравилось больше? Отписывайтесь в комментариях. Ну а на этом у меня все. Не забывайте подписываться на канал, на инстаграм. Ставьте ваши лайки. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok